21 миллион рублей получил дагестанский физик, который стал победителем конкурса проектов Российского научного фонда. Насколько перспективны исследования Адлира Гамзатова и его коллегу знала Малика Курбанова, ей слово. Полученные даже фундаментальные результаты впоследствии могут быть применены на самом деле. То есть тут исследуется в динамических условиях природа фазовых переходов, магнитных фазовых переходов. То есть что происходит материалом в циклических магнитных полях, при сильных полях, в зависимости от скорости разведки поля, то есть как мы быстро образец, намагничиваем, размагничиваем, от этого зависит, оказывается, основное фундаментальное свойство. Вот именно этими свойствами посвящен проект. Но как хочется сказать, что вот завтра что-то появится, очень тяжело. Вот мы проект сделаем, надеемся получить какие-то интересные результаты. Вот после мы можем их, даже как ранее так и указано, мы в итоге должны указать практические возможности реализации этих проектов в каких-то областях. Проект дагестанского ученого научная комиссия посчитала одними из самых актуальных на сегодняшний день. Он направлен на решение фундаментальных задач исследования новых функциональных магнитных материалов. А если проще, то результаты научных трудов могут лечь в основу создания так называемых магнитных холодильников, о которых говорят ученые всего мира. Если все же исследования удастся внедрить в жизнь, то они станут альтернативой к токсичному фреону, применяемому в обычных холодильных устройствах. Исследования в области охлаждения могут стать прорывом и в других более важных областях, например, в борьбе с онкологией. То есть локально нагревая или охлаждая область, где лаковые опухоли находятся, такие исследования тоже ведутся. Есть по доставке лекарств, то есть специальные капсулы, миниатюрные капсулы вводятся для лекарства. И локально уже нагревая или опять охлаждая, можно капсулы, чтобы открывались или закрывались, чтобы контролируемо в нужном месте выделять, чтобы в нашем организме выделялось лекарство. И это все станет возможным, если найдутся заинтересованные организации и предприятия для продвижения исследований в практику. Для Института физики получение грантов явление частое, но, как говорят ученые, общество воспринимает победу как лотерейный билет. А на самом деле это трудоемкий процесс и серьезная конкуренция между институтами страны и зарубежья, где каждый старается заинтересовать комиссию в актуальности своей работы. Во многом именно за счет этой поддержки и живет сегодня наука. Где-то 70-80% оборудования, что у нас есть, это куплено за счет грантов. Но единственное, в прошлом году за счет бюджетных денег мы получили гельевую красоту от замкнутого цикла, которая позволяет получить все низкие температуры, это примерно 3,5 кельвина. То есть, если говорить о привычных цельсиях, примерно минус 270 градусов цельсия. О немагнитных холодильниках об этом говорится много лет, более 100 лет говорится об этом. К сожалению, до сих пор нет промышленного производства этих холодильников. Именно почему нет? Потому что нет экспериментальной базы, чтобы доказать, показать, что эти материалы могут быть использованы. Вот мы однозначно можем сказать после наших экспериментов, что данный материал может быть использован или не может быть использован. То есть, может быть, сказать вот эта конечная точка, что именно в Дагестане сегодня именно мы можем это определить. То есть, благодаря этому у нас вот такое обширное научное международное сотрудничество. Китай, Вьетнам, Южная Корея, Белоруссия – и это далеко не полный перечень. Странским Дагестанский институт физики ведет совместные научные проекты. Дальнейшее сотрудничество с европейскими и западными коллегами пока под вопросом из-за санкции. Но ученые надеются, что развитию российской науки это не помешает, а наоборот послужит поводом для особого внимания и поддержки. Малика Курбанова, Магомед Магомедов, ННТ Махачкала. Магомед 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 М